Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень значимый человек для Пятигорской и Черкесской епархии. Тот, которому по праву можно отнести слова святителя Василия Великого. Если хочешь преуспеть добре, пользуйся советом людей мудрых и умных, тех, кто имеет страх Божий. Именно таким человеком является наш дорогой отец Велик Густименко, духовник Пятигорской епархии, старейший и уважаемый клирик Северного Кавказа и Всероссии. Здравствуйте, дорогой отец Великого. Благословите наших телезрителей. Ну, дорогие друзья мои, я приветствую вас. Вы студенты гимназии, я думаю, да? Все учатесь в гимназии. Для моего, конечно, детства, для моего это новое. Мы в советские годы, естественно, не знали, что такое гимназия, не знали, что такое верующие ребята молодые. Вот, конечно, я вот как предисловие прочитал, что рос в этом селе. У нас, нужно сказать, что все были верующие. Там некоторые абхазцы, там некоторые активные колхозники, магисты были это. А так, в основном, это были верующие. Поэтому мы валились дома, конечно, храма у нас не было. Вот, родители, как я уже заявил, что у нас мать умерла, отца забрали в тюрьму. Воспитывать нас так, это по-настоящему некому было. Поэтому, вот это, когда я поступил в семинарию, когда увидел, что здесь ребята верующие, что люди верующие, преподаватели верующие, это для меня было, конечно, как новое. И как пелена с глаз снял Ася. То есть, было приятно и радостно учиться, и, значит, это, ну, а детство, детство, разумеется, мое прошло в лесу, в том, где я родился, до, это, 19 лет. Значит, я окончил Психусскую среднюю школу, восьмилетку, восьмилетку. Сначала она была семилетка, потом восьмилетка. Добавили классы. И после окончания школы, естественно, я любил учиться. И хотелось продолжить образование. Ну, в Светское некоторые я обратился на это, техниками там, это, отказали, там, корпус большой, а я селёно. Сложно было поступить, да? Да. Сложно было поступить? Ну, да, трудно было поступить. Ну, и, видно, Господь вёл меня в другой, в другой путь для меня. А как, скажи мне, Господь, путь, ой, же пойду. Господь сказал мне, путь вот твой. Вот, у нас в доме к этому времени появился Господь, конечно, послал. Иродиакона Мануил Кривошеин такой, такая его фамилия. Он был при царском времени, служил в царской гвардии. Вот такой вот шёл, конечно, рост. Ну, а когда вот эта революция, разогнали всех, кто убежали, кого схватили, кого расстреляли, кого в лагеря посадили. Ну, а кто успел, значит, где-то устроился. И вот он тоже, как и мои родители, бежали в Грузию, в Абхазию, устроился на кожевый завод в Сухуми. И я до войны там работал. А когда война началась, многие из Сухуми даже вот в горы перебирались, бежали. Потому что там в городе уже голод был. Городские жители шли в лес, там не шли свои, несли твои тряпки, полотенца, чтобы заменить там на фрукты, на орехи. Ну, и он, а у нас семья верующая была. Ну, вот он преклонился, как говорится, пристал к нашему дому. И вот, когда вот это, прошёл слух в это время, что Ставрополь открылась духовная семинара, что архиепископом стал Ставрополь-Антоний. А он, он иродиакон, а его, оказывается, рукополагал, вот как раз Ставропольский Антоний Иродиаконов. Ну, и он, естественно, пошёл к нему, поехал к нему, или не пошёл, Ставрополь. Ну, и когда Ставрополь был там, сказал, что вот есть юноша там, в горах такой, желает это. Ну, а Грузия, автокефальная церковь в то время, свой патриарх, и, значит, чтобы, например, он поступил в семинарию русскую церковь, русская церковь, значит, нужно благословение. И это... Ну, и сказали мне, что подайте документы на патриарха, калистрата Грузинского, а он уже связывается это с Антонием. А оказалось, что калистратство на патриархе Грузии, и Антонием тоже были друзья, и Антонием работал, служил в Тбилиси, тогда Тифлис. Ну, и, в общем, это... Ну, и он, когда патриарх получил документы, посмотрел, прислал Ставрополь, и отозвался, что этот юноша мне понравился как-то. Ну, и, естественно, с отцом, поэтому я мой маналый у нас взял меня, повез. Я ни поезда не видел до этого, и тем более не ездил, и в такой город большой, естественно, сам не мог. Ну, привезли меня в Ставрополь, там опросили меня, это вопросы некоторые, ну, приняли. В семинарии приняли, значит. А по советским законам в городе, естественно, без паспорта нельзя было жить. А мы не имели паспортов. Ну, вот пришлось, значит, опять ехать, со Ставрополь в Сухови, надо ехать. И это, ну, естественно, там я, как же, со страхами, с переживаниями передобрался уже сам. Я в Сухови, знакомые там, слава Богу. Были, помогли мне, это, ну, справку там, мне встретил я там же в городе. И так, там Господь устраивал, чтобы мне не надо было лишних этих. Ну, в городе я встретил нашего председателя, сельсовета. И с моих слов он мне отдал справку, печать вложил. А эти уже люди, ну, знакомые наши уже, это, там на месте выехал, дали паспорт. И я уехал в Ставрополь. Вот это учиться уже. Это. Ну, учился. Вы стали первым учеником, да? Как все учат. Первым учеником стали в семинаре? Нет, я не первый. Почему первый? Наше поступление мое уже было четвертым. Четвертым? Первое, это, первое поступление, это было в 46-м году. Первое, значит. А в 49-м уже, вот я учился уже с последними, с первыми выпусками. Вот, первые выпуски. А я, значит, выходит четвертый выпуск. В 53-м году. Вот так вот. После окончания Ставропольской семинарии вы поехали учиться в обитель, преподобная Сербия, в Лагу. Вы в те годы стали священником и с того времени не перестаете служить в своей церкви. Пожалуйста, поделитесь с нами впечатления о своей хератонии. Вот, первое состояние... Во-первых, я стал священником после того, как окончил академию, приехал в семинарию опять Ставропольской по назначению этого учебного комитета. Меня возвратили. Ну, естественно, я желал, и по расписанию там еще кроме меня троих прислали выпускников академии. Вот, и, может, я бы еще преподавателем был бы это, но поскольку мне достался предмет, Владыка назначил меня, чтобы я церковно устал и литургию ввел в семинарии. А, естественно, кто знает литургию встал? Это священник знает, потому что он служит, и поэтому я только в 58-м году я был рукоположен, значит, во священника первый. Вот я, как говорится, в гражданском этом, а уже в 58-м году я был в августе месяце, где-то в конце августе был рукоположен. Ну, какие впечатления? Естественно, слезы и благодарение Господу, и сознание своего несостоинства, своего несовершенства. Вот, все это присутствует, по-моему, у каждого, которого руководят, это вводят вокруг престола, когда в алтарь со страхом заходили, а тут вокруг престола вводят, прикладываются, ну, лишь это, престол. Ну, вы, наверное, видели у вас, тоже тут рукополагал, наверное, кого-нибудь воды как бы, рукополагал, или как это. Ну, естественно, это сердечные переживания, сердечные это. Ну, потом все это, ходишь, как будто целый труд, все это, начинаешь уже служить. Служба, конечно, первая, но все это, как бы, на практике усваивается. Вот, первая служба, естественно, под руководством, это семинары, преподаватели были ректоры, священники, и преподаватели были, священники некоторые. Вот, естественно, мы это. Ну, и это крестовая церковь, где мы проходили, как говорится, практику церковную, там тоже священники были. Мы, они нас вводили, вводили в это курсы, как говорится, в осуждение все. Так что учите было кому. Мы же учились священнику, который, ну, как говорится, царского и все это, времени, эпохи. Мы, вот, может, я, если не пошли, то не знаю, я не знаю, вот, что, которые, как говорится, переняли тот дух, который у тех был, они нам передали, да. Вот, в Падово, когда я в семинарии учился, уже на каникулах ездил, в Падово там тоже был священник, старинного, как говорится. И в семинарии, когда учился, еще это, в это время, еще возвращались некоторые священники из ссылки, из тюрем. Процесс это не сразу, что открыли и всех выпустили, а постепенно, после войны, опускали. И вот у нас завхоз была матушка Раиса Ивановна, у него отец, ее муж, отец Николай, и это, и вот в это время, как раз, в семинарии он возвратился, и получил приход, и матушку забрали на это. А потом вы опять поехали в Старбольскую семинарию, да, в качестве преподавателя? Ну да, да. Ну, поэтому, после Академии кончил, и послали в Академию, в эту семинарию. Вот, ну, в чеминарию, что, из 57-го, значит, по 60-й, я преподавал. Расскажите о вашем пути как преподавателя духовных школ. Что? Расскажите о вашем пути как преподавателя духовных школ. Было сложно, или как изменилось все? Вы вернулись? Какие были студенты после... Как у вас родились как преподаватели? Ну, вот я преподавал это в церковный устав, как совершать, как кодить, где совершать какие-то, ну, какие объекты, окождение, ну, и это порядок богослужения. А литургия, это... Литургия, это объяснение вот этих богослужений, самого толкования литургии, утреннее, обеднее. Ну, ну, как... Я же, я не, как говорится, не из своего, это ума это делает, учебники были, составлял это, эти, уроки, лекции составлял, и потом приходил в класс, ученикам это, все это привелал, рассказывал, учеников опрашивал, на это, экзамен наступали, составляли билеты эти, ну, экзаменационные, и также контролировали все это, испытывали, какие знания приобрели ученики, по моему предмету, по другим. А что изменилось, вот когда вы учились, а потом вы начали преподавать, что изменилось? Ну, что... Ага, когда учился здесь, в семинаре, да? Имеется в виду. Ну, как, изменилось очень, ну, большое. Во-первых, когда я оканчивал семинарии, перед, в 52-м году, это, семинарии опустошили. Советское, ну, порядок советский, под предлогом благовидным, что надо служить в армии, парням. Вот. Их в 52-м году забрали, многие остались, я не помню, сколько было точно в нашем семинаре, это когда мы ели. Но, когда забрали в армию, ребят, нас осталось всего 12 человек. В моем классе, где я учился, 5 человек осталось, значит, а 7 человек на 3 класса, если вы представляете. И 12 учили, а педагогов было. Вот. Значит, так что нас, каждый, на каждом уроке спрашивали, мы, как говорится, твердо знали. Вот. Ну, а когда я уже преподавателем пришел, здесь расцвет семинарии. Семинарии имело 150 воспитанников. Три общежития. Это благоустроенные общежития, благоустроенные питательные, кухня, это все. Ну, и преподаватели еще, те, которые окончили до меня, например, Орехов такой отец, владыка Ермоген, потом он был преподавателем. Ну, и преподаватели обновились некоторые, потому что, когда я учился, это преподаватели преимущественно были этой, той, той эпохи. Ну, а за четыре года уже кто-то уехал уже по немощеку к родным своим, кто-то это, ну, в общем, тут уже преподавательский состав был новый. новый, ну, тем не менее, они мои, мои знакомые, меня знали, вот, и Орехов, так что, работать было легко, не имел, как говорится, никаких, как говорится, таких чешнений, что вот ты чужой, ведь мы тебя не знаем, вот этот вопрос запишал, не записал такой большой, длинный и очень интересный. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что у многих из нас, особенно в социальных детей и выпускников, интересует тема, проблема создания семьи. Я никак не могу не воспользоваться этой уникальной возможностью и не спросить у вас, в чем секрет сестры в семье? Вот, вы прожили с матушкой Таисией уже больше 60-х лет. У вас тоже звучат это детей, внуки, правнуки. Как вы познакомились с матушкой? Как занимаетесь воспитанием детей и внуков? И что посоветуете нам, молодым, при создании семьи? Вот, и моя женитьба моя, когда завела семью, опять-таки, скажи мне, Господи, путь, уже от Господа, стопы человеческие устравляются от Господа. Мне очень повезло, я не искал долго матушку, ну, будущую матушку. В тот год, перед тем годом, когда я оканчиваю академию, моего, значит, моего тестя, батюшку, с семьей, естественно, с Дагестана переводят вот это село и патюшку, где мои родственники, где мои, это, корни, это, родственники. И вот, ну, а у меня дядя, вот, там, внесла, это, карточка там есть, дядя, мой, брат моей мамы, начальник. Он в храме читает, прислуживает, ну, церковный человек. И когда это перевели, отец Борис и матушка Дарья, и у них две, две дочери. Одна, это, окончила 10 классов в 57-м году, а вторая, меньше, намного на меньше, где-то, она учится еще в школе. Ну, вот, когда дядя мой познакомился с этим, батюшкой, это, увидел эту девушку, он, они хохлы были, украинцы, пере, это, оце, девчина, невеста моего полеменника. Он племянник, не говоря, а полеменник. Ну, и так намечили. Ну, вот, на каникулы, значит, я приезжаю, знакомлюсь с этим батюшкой, с семьей, знакомят меня. Ну, и так получилось, что, как говорится, душа в душу. И они меня приняли, полюбили, понравился, ну, и я. Ну, значит, это был, наверное, на 56-й год, зимнее, это время я, зимние каникулы, Эпатова. Ну, а в 57-м уже окончила, летнее время, получила это назначение, в семинаре, ну, и на ту каникулы, летом, в семинаре тоже, поехала, в Эпатова, там, как родственникам. Ну, и там, да, мы сговорились, сладили, это все дело, повенчал нас отец ее же, отец Борис, потому что, ну, другу, у нас священника, не было возможности, приехать. Ну, вот, где-то после Петра и Павла, мы, значит, стали свои, муж и жена, вот, как я сказал, уже в 58-м году только поражили меня в священнике. Ну, как, как вот, считаешь, я счастлив в этом отношении, считаешь, это молитва моей мамы. Она меня оставила сиротой, но снабдила меня такой, мазушка, что она ко мне относилась как мать. С первых дней она за мной, как говорится, ухаживала, за мной внимание. Ну, вот, мать, она. Ну, это, я думаю, что у каждой девочки, ведь, мальчики, как растут, машины там, дру-ру-ру-ру-ру-ру, а девочки, что, куколка, у нее, девочки, у каждой, оно, как-то в душе, это заложено, вот, нянчиться с этим. Ну, вот, я говорю, когда я женился, вот, эта семейная жизнь началась, я только понял, отчего я лишился в детстве. Ну, Господь меня вот так послал, такую матушку, она мне, как мать, мы, я еще чаще ее мамой называю, ну, у нас дети, мы же дети называют, папа-мама, ну, и так вот, и у отца Бориса, и далее, у них, они тоже уже старики, папа, папик-папик, и мамик-мамик, ну, и так мы перед ней, папа-мама. Вот, ну, а как, естественно, надо молиться, чтобы Господь послал того, кого нужно, и не торопиться, а то так, встретились на остановке, а, увидел красивое там, или все. русское пословище говорит, не ищи невесту в хороводе, а ищи в огороде, вот, надо, чтобы эта девушка умела варить, умела шить, в общем, ну, чтобы в семье была не только что, как и мужчина, что за мужчина, который не может кран там заменить, или где-то нужно убить гвоздик, или вешалку, ну, каждый мужчина должен что-то, какой-то минимум хозяйственного способности иметь, так же и матушка, вот и мои дети все, они и варить умеют, и жарят, ну, все, подумай, зашить, и подшить, и это, и вот, чтоб не была она такая, что, ты там, Ванька, делай, а я, или это, или некогда, или что-то, в общем, муж и жена, это, как по слову Божьей, что, будут едины, вот это, некоторые так женятся, или замуж заходят, для того, чтобы, или чтобы ее кто-то обслуживал, или ее обслуживал, это ненормальное состояние, должны друг другу, у каждого свои, конечно, обязанья свои, но, если я ведро вынес, или принес, помог это, то это меня не унижает, мы призваны вообще служить друг другу, Господь даже говорит о себе, что я не пришел, чтобы мне служили, а служить вам, и он отдал жизнь свою, а мы тем более, и значит, семья, это не тот, кто-то господствует, кто-то управляет, естественно, кто-то должен быть отцом, как глава семьи, но это, что, должно быть добровольно, и не, не возносится, что я вот, это, я могу на диване полежать, а ты там, готов, нет, она готовит, а ты что можешь, помоги, помоги, участвуй, все, вот это, там будет здорово, и никогда не будет, ну, не с того, что там, чуть, где-то поцарапать, а где-то что-то попалось, или терпи, перемолчи, или сознай свою ошибку, к ней это, не смотри, что она такая-всякая, дело в том, что сходятся обычно с разных домов, у одних воспитание такое, у других воспитание, и быт, это разное, поэтому, может, на этих, на этих, как говорится, основах, может, что-то, что-то какие-то не лады, надо уметь сглаживать, уметь терпеть, уметь, это, ни в коем случае, не раздражаться, не кричать, как некогда, слышишь, батюшка, батюшка, шлепает матушку, ну, или верующий кто-то, граждан, шлепнула матушку, шлепает, воспитывает, значит, держит его руками, да это, разве это семья, разве это брак, это нет, это, ну, как говорится, вот, есть книжечка там, это, забыла, как его назвать, брак, это ад или рай, это от этих двоих зависит, это сделать, или рай сделать, или ад, что, встают, не успели встать, они уже резутся, уже не это, не его, это же действительно ад, а вот, так что, это от нас, от нас зависит, а потом, естественно, страх Божий должен быть, верующий человек, он имеет страх Божий, он имеет, чувствует ответственность, знает, что, он, вот это нельзя делать, вот это нельзя говорить, вот это нельзя так относиться, значит, смирение к родостям, это основа, без которой, не может семья стоять, созидаться, простите, если старый, старший, значит, простите, если младшего, прощаю, вот, так, чтобы оно, никаких скандалов, вот я, вырос я в своей семье, конечно, папу там, мало это, с отцом пришлось, потому что, раз в тюрьме, другой раз в тюрьме, вот, вот, мама была, наша тетя, но мы ее мамой, она как мама нам была, и мы ее и называли, у нас никаких не было, ни с братьями, у нас не было ссор, старший брат сказал, все, это закон, надо, надо, и никаких, ну, опыта, никаких обождений, чтобы я, мы расставались с братьями, у этого старшего в армии сложил жизнь свою за родину, за это, мы оплакивали, провожали, плакали, естественно, когда получили известие, оплакали, вот, брат Павел, с которым я уже это, ну, остались после, все это, вот, приезжал ко мне в семинарию, вот, ну, проведал там, ну, поделить, что иметь, мы, тоже выезжал на бой, да, я провожаловался, слезам, мы так любили, другого, всякое расставание у нас, это, вот, а сейчас смотришь, вот, у нас, храм у нас ходит, это, вот такой малыш, и два, это, и другой, старший, спрашивает, они скупутся, тут, в храме даже, это, не, 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 скучает, вот, такое, то ли воспитание, то ли, это, не знаю, еще, вот, у нас нет, у нас все, а поэтому, и, это, как говорится, и семья создается, вот, такое, у нас, ну, это, я, что, я по приходам, уже семинария, когда закрылась, я по приходам, матушка с детьми, трое детей, она их накормит, она их ума, может, она, это, скупает их, она в церковь пошла, она их научила молиться, она воспитывает, что, папа, что, папу, почитали, папа, там молится, не, 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 не шумите, вот, папа, потому что, я приезжал, она, она, ну, неделю уезжал, на неделю я, это, приезжал, там, на 2-3 дня, это, да, а потом все, 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 вот, и воспитал, вот, вырастили, таких, отец Иоанн рад, что вы воспитали, вырастили ему такую матушку, и Оленова сейчас за нами стариками ухаживает, и здесь я у нас, вот, и отец Иоанн, слава тебе Господи, и даже вот, вот, Сережа сейчас, вот, он нам привел, он, ну, он не воцарелен, и это, воспитание такое, ну, не сказать, что он безбожник, это, вот, женился, почему-то, на нашей дочери, ему говорили, что, объясняла моя матушка, что вот так и так, такие-то, не, не, вот, он полюбил, и все, он не притесняет, не знаешь, она молится, и говорит, что она у нас, она у нас, почти, больше половины суток, она у нас, это, помогает маме, там, и покупку, поэта, вот, вот, такие люди, значит, вот, имеют, любовь к людям, понимают, человеколюбие, это, ну, а верующий, тем более, он должен, чувство ответственности перед Богом, перед людьми, Господь, что скажет, вы сделали такому-такому-то, это вы мне сделали, значит, через служение, ближнему, мы уваждаем Богу, мы исполняем Его волю, а очи наш, что говорит, очи наш, что говорит с молитвой очи наш? очи наш, да будет воля твоя, мы обращаемся к Богу, говорим, да будет воля твоя, а воля, значит, Божья, чтоб мы служили друг другу, чтоб мы любили друг друга, чтоб не было у нас, что в мире сейчас делается, вот так вот. двадцатый век был и остается тяжелейшим временем в нашей церкви, это факт, но фактом еще остается и то, что именно в это время нас окружало достаточно большое количество святых людей, и вы были с такими людьми знакомы, может они пока еще не канализированы, но это по своему имени, но все же, какими они были, что вы в момент общения с ними замечали такого, чего не хватает современным человеком, пусть даже верующим? ну вот то, что есть у меня сейчас, естественно, от этого, моя честь, это, то эпохи, в Ипатово, батюшка Федор был, когда я ездил на, тоже, из той эпохи, все они, как говорится, возвращались, если это, службы, например, они совершали, ничего не сокращали, понимаете, у нас сейчас это, на псалтире, кофейзмочка одна, они не везде читают, вот мне запомнилось, особенно, это, Великий пост, Великий пост, значит, вот, ну, сами службы, большие, тяжелые, и Страстная седмица, это, вычитывается Иоанн, или четыре, четыре Иоанна, Матсея, Марка, Луки, Иоанна, да, вот там за понедельник, вторник, среда, среда кончается, значит, за три дня, за три дня, вот эти, и вот они вычитывали, вычитывали, я, я еще, чувствовал, наверное, на такой службе, у нас сейчас, их, ну, по службе, указаниях-то есть, что вот так можно, вот так, для облегчения, значит, начинаем, чуть ли не со второй седмицы, и постепенно вычитываем, так что, значит, на Страстную я стою, оставляем мы одного еванелиста, и там по несколько, вот, а тогда вот этот устав, выполнялся так, вот, и стояли людей полных, людей полных, другим грамм, я, например, на сочельник, я еще, в советское, в это время, я каждый день, я совершаю по храму, пройти трубу, не то, что сейчас, а сейчас, под воскресенье, в храме, ну, это сейчас коронавирус, ужасно, на него сейчас, все ссылки, а до этого коронавируса, вот к обеду еще пришли, собрали, сказать, кое-как, да, а на все начали, вот ты говоришь, что кто причащается, надо быть хотя бы на свой, на свой службе, и это, ну, в общем, сейчас это, вот, а тогда, вот это, верят тот народ, того века, он, почему и войну выиграли, потому что народ верующий был, наверное, открепил, правда, и я не могу сказать, что сейчас, не верующий, я вот, когда разного тысячелетия, народа тоже, народа море было, ну, может, до этого дойдем, где-то. Народ, слава Богу, хранит там все же, даже при всей этой советской, это, как говорится, в советском режиме, вот эта советская, когда верующие, это, как называли нас, и сумасшедшими, и это, и безумными, как говорится, отсталыми, темными, как называли только нас, ну, а тем не менее, мы вперед и вперед, с нами Бог. Ну, естественно, от этих освященников, мы восприняли, потому что, и благослужение стараемся, и, как говорится, и веру, и вот это, те беды, которые испытания, встречаются, ночи, господи, и плохо. У меня вопрос. Важной главой в вашей жизни является город Пятигорск, Никольский приход, где вы продолжаете свое служение, регулярно совершаете литургию, исповедуете, и общаетесь с прихожанами. Расскажите об этом храме и какие-нибудь, может быть, интересные факты, связанные с ним именно в вашей жизни. Да, ну, здесь немножко вопрос, не это. С Никольским храмом у меня очень мало, это, мало, как говорится, малая часть. Ну, я-то приезжал, когда, дело в том, что у меня были такие периоды, это, что я болел. Болел и не участвовал в богослужении, вообще на приходы, не имел приходы. И вот Никольский храм близко, я ходил туда. Ну, а регулярно совершать, вот, как здесь, это, я сколько, при митрополите Идионе, который вы так же знаете, он в 92-м году меня перевел в Пятигорск, вот в Никольск, так что в Никольском храме я служил всего полтора года. А после Никольского меня перевели в Лазаревск. Вот мой, как говорится, самый светлый период моего служения это Лазаревский храм. Так что, о Лазаревском храме я могу сказать что-то. А вот еще один вопрос, как надо подходить к таинству исповеди, как раскрыть себя духовнику, как с этим справиться, как преодолеть собственный страх перед батюшкой. Там в этом вопросе я знаю, что бояться, да, да, что-то бояться. Бояться батюшки ни в коем случае нельзя, потому что батюшка тоже человек и в какой-то степени имеет недостатки, имеет слабости, имеет это, так что батюшки в эти, как там вот молитвы, что в чадо себе Христос стоит перед тобой, ты не батюшки, через батюшки, батюшка как проводник, посредник. Христос стоит и слушает тебя. Вот поэтому не бояться не надо и надо сердце закрушено и смиренно это признать покаяние. Не докладывать, не докларация, что я вот то-то-то-то-то-то отчитался и пошел. Здесь покаяние, именно покайтесь, как Господь призывал, Иоанн Претеча призывал народ, когда вышел на исповедь. Покайтесь, сотрите плоды покаяния. Покаяние это изменение. Изменение всех, направление. Человек грешил, а если грешил, значит, исправиться, не делать больше этого. Или курил, или пил, или еще какой-нибудь грехов, бездна. Значит, он решил избавиться от этого. Может, даже грех этот называется страсть. Ну, вот он стал, его эта страсть, ну, как говорится, сковала. Он хочет освободиться, но не может. Поэтому тоже надо, хоть ты грешишь, как говорится, велико, там сказано, что сколько раз согрешишь, столько раз, прийди, покайся, но чтобы это было сердце сокрушено, понимаете. Господь, Господь смотрит на сердце. Как ты? Пришел и формально так отчитываться, и ты действительно сожалеешь, плачешь, может, сокрушаешься о том, что ты выдаешь и что это. Вот так что вот это и есть покаяние. Благодарим вас, дорогой батюшка, за эту трогательную и очень познавательную для меня лично и для всех беседу. Тот опыт и те истории из своей жизни, которые вы рассказали, безусловно, станут ориентиром дальнейших для многих людей. Пользуясь случаем, мы от наших учащих и учащихся гимназии позволяем вас вошедшим юбилеем и высокой наградой. Желаем крепкого здоровья и всяческого благополучия. Ну и по традиции, пожелайте что нашим гимназистам. Пожелайте что-нибудь нашим гимназистам. Ну что я могу пожелать? Пожелать честности, пожелать трудолюбия, чтобы учеба шла тоже как неформально, а чтобы это от души. Человек учится, не обманываясь, что вот у некоторых учеников такая есть это с поргалочкой, с поргалочкой полностью. Это же обман. Я удивлялся, конечно, что в семинаре мы могли это вот пользоваться шпагалочкой, но в нашей семинаре я не замечал это, у нас не было. А вот в академию когда поступил, там семинаристы с разных семинарий, вот там у некоторых было это обычный значит перед экзаменом шпагалочки готовить, там задавали вот это тебе то, 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 а я воспротивился этому. И это после этого наш класс, это кто-то индивидуально занимался там, а то прямо класс общественное было поручение. Вот, честность, трудолюбие, почитание родителей, естественно, потому что от родителей все мы получаем и должны по мере своей возможности воздавать им долги. ну и преподавателей, ну а основа, естественно, это вера наша. Это что-то имею, чего бы ты ни получил от Бога. Все, что я имею, это все от Господа. Вот эта вера наша, вера доверия Господу Богу, благодарение Ему, это должно быть, как говорится, от юности моей, и оно потом, а в юности оно с какими-то трудами, с каким-то это дается, а потом, когда войдешь в это, идешь, как плывешь по морю. Так что. Еще раз поздравляю вас с прошедшим юбилеем. Ну, благодарю вас. Благодарю, Дарья Дедович, благодарю вас и давайте, значит, как говорится, Россия будет жить, может жить и только будет жить тогда, когда больше у нас, больший процент окажется нашего населения верующим в Бога и живущим, естественно, по законам Божьим. А когда умалится, вот как старое время, почему произошло это? Потому что формальность вот эта захлестнула наши и служебные, и даже учебные заведения. Формальность, формальность, формальность. И потом вот некоторые, может, вычитали Гладков, да, и других, что они выходили из семинара и даже из Академии безбожниками. Потом это сами преподаватели, вот там Дарвин, вот там наука, в общем, наука их, как говорится, заглушила, задавила за это. Наука доказала, что Бог, да, наука не для того существует, чтобы доказывать, Бог есть, у нас есть небо и земля, как вся земля поклонится тебе, и вся земля, и небо, и земля свидетельствуют о том, что они не сами по себе. Вот от одного воззрения, Варвару, вы ученицу, знаете, жительную, как, она, ее отец закрыл там это, чтобы она не сопрочалась с христианой. А она вот на дебушка смотрела, да, как эти могут идола как это создать. Вот небушка, вот это, они звезды, все это, солнышко, солнышко, периоды, это, все, ну, как это, природа, природа, да, природу надо создать сперва, и законы, ничего беззаконного это, а там само, само, собой, собой, ну, ничего же само собой не это, не бывает у нас. Зданишко, мы смотрим, ага, это ж вот, кто-то почему-то проекту построил, вот это здание, вот так и мир, он почему-то проекту, почему-то, премудрость Божия, вот, а Господь, посмотрите на это, земля, какие чудеса, посадил картошка, картошка, посадил помидорчик, помидорчик, какое разнообразие, причем в каждом регионе, в каждом это свой, свой, это там, где-то в Африке свои, эти, у нас свои, в Кавказе свои, в России свои, свои фрукты, это, и разнообразие, это не, а человек, что делает, это безбожник, да безбожник, он живет для себя только, и для вот этой жизни, плоти, а дальше ему не это, вот у нас сейчас все и реки, и воздух, и все, все замусы назад, и это, почему, потому что Господь, что сказал Адаму, когда посадил в районе, возделывайте, возделывайте, и это, и храни, храни, с благодарностью, а сейчас безбожник, он ничего, совершенно безбожная жизнь человека и верующий, безбожная, может человек добрым быть и безбожным, но это, это уже природа его, человеческая, доброту, а не вот это, а идеология его, значит, противоречит всем, поэтому, с Богом, с Богом и у Бога, там будет. Спасибо вам за эту замечательную беседу. Спасибо. Спасибо и вам.